здравствуйте хотелось бы поговорить с вами о такой теме как почему мы не можем просто ладить друг с другом вот кажется что жить в мире это то что мы хотим все но к сожалению у нас часто не получается часто мы конфликтуем ссоримся и вообще специалисты говорят о том что конфликты и разногласия являются неизбежными гораздо удивительнее почему мы иногда находим общий язык поскольку мы действительно различаемся у нас разные темпераменты разные характеры у нас разный опыт то есть вся предыдущая наша жизнь и деятельность говорит о том что конфликты и разногласия гораздо более закономерно чем нам это иной расскажется и как говорят специалисты проблема заключается не в том что мы иногда ссоримся конфликтуем не можем найти общий язык а то что мы не умеем конструктивно подходить к нашим разногласиям и конфликтам поэтому совет специалистов здесь заключается в следующем не нужно бояться конфликтов нужно учиться конфликтовать правильно так чтобы с каждым конфликтом мы становились друг другу гораздо более понятными как гораздо более ближе какие же есть проблемы вот экономисты говорят о том что когда возникают какие-то разногласия, когда возникают различные споры, когда мы вынуждены вести переговоры, есть возможность нам прийти к какому-то эффективному решению, то есть найти так называемый эффективный обмен. Теоретически этот эффективный обмен возможен, но зачастую мы сталкиваемся с различными психологическими сложностями, которые приводят к тому, что эффективно договориться и найти какое-то взаимоустраивающее решение не удается. На этот счет психологи проводят ряд исследований, экспериментов, которые позволяют нам ответить на вопрос, почему же иногда нам не удается завершить эффективно переговоры, что этому мешает и какие у нас есть способы решения этой ситуации. Психологически одна из ключевых проблем, почему мы иногда отказываем друг другу в понимании, отказываем в том, чтобы договориться, заключается в том, что мы называем феноменом наивного реализма. Феномен наивного реализма заключается в том, что люди считают свою картину мира правильной и не осознают при этом зачастую своих заблуждений и переоценивают то, как окружающие соглашаются с их взглядами. В сознании нашем присутствуют лишь итоговые знания нашего познания мира, но мы не осознаем, каким образом мы приходим к тому или иному заключению, почему мы тем или иным образом видим мир, почему мы именно так его видим, почему мы именно так его понимаем. Феномен наивного реализма приводит к тому, что в ситуации конфликта, спора, разногласий мы начинаем прибегать к так называемому пристрастию к игре в свою пользу. В чем заключается это пристрастие? Оно заключается в том, что мы начинаем обвинять друг друга в необъективности и неразумности, потому что с точки зрения феномена наивного реализма нам кажется, что картина мира, которую мы увидим, мы именно мы, да, она более объективна, она более правильна, а другая сторона в чем-то заблуждается, она видит что-то неправильно, не понимает и так далее. Также пристрастие в игре свою пользу заключается в том, что мы начинаем подозревать друг друга в корысти и лживости. Но действительно, если то, как я вижу, мир, мне кажется, это более правильным, более объективным, то другой взгляд, другая позиция, она заведомо уже кажется какой-то неправильной. А может быть, мы и говорим о том, что, наверное, здесь есть какая-то корысть, есть прямая какая-то ложь, есть прямое какое-то стремление к какой-то необъективности. Также каждая сторона, когда мы играем в пристрастии в свою пользу, она не ждет компромисса от другой стороны, точнее, точнее, по-другому, да, можем сказать, не то, что не ждет, а всегда ждет, что первый шаг сделает другая сторона. Ну, действительно, когда мы конфликтуем, мы не особо доверяем друг другу, и очень сложно в ситуации, когда мы не доверяем друг другу, сделать первый шаг навстречу. И поэтому каждый склонен занимать такую позицию. Ну, я подожду, пока другие сделают первый шаг, тогда я посмотрю, что действительно они хотят примириться, ну, и тогда я готов пойти навстречу. Но беда заключается в том, что каждая сторона ждет этого первого шага, и в результате этого первого шага никто не делает. Также каждая сторона высоко оценивает только собственные шаги к компромиссу, считая, что, ну, другая сторона или оппонент, они не делают настоящих сагов, и поэтому не заслуживают никакой уступки. Это тоже, собственно говоря, некоторая такая субъективность нашего восприятия, и вот этот феномен наивного реализма, заключающийся в том, что мы зачастую склонны видеть и оценивать только собственные шаги, оценивать только собственные какие-то действия к разрешению, но склонны зачастую не видеть того, что делают другие, или не понимать, или не оценивать достойным образом поступки и действия других, другой стороны, с той стороны, с которой мы конфликтуем или оппонируем. В этом нам, к сожалению, ну, ставят так в палки в колеса в понимании то, что психологи называют фундаментальной ошибкой атрибуции. Атрибуция в переводе на русский язык — это приписывание. Теория атрибуции — одна из ключевых теорий в социальной психологии, которая пытается найти ответ на вопрос, каким образом люди, субъекты взаимодействия, понимают действия как свои, так и действия другой стороны. То есть мы тем или иным образом приписываем те или иные причины себе и другим. Так вот, фундаментальная ошибка атрибуции говорит о том, что у нас есть две основные группы причины для описания поступков своих и чужих. Это так называемые внешние причины, то есть причины, исходящие из ситуации, влияние каких-то внешних факторов, и причины внутренние. То есть это характеристики нашей личности, это какие-то особенности нашего темперамента, ну, какие-то особенности нас как человека, как субъекта. Так вот, фундаментальная ошибка атрибуции заключается в том, что когда люди конфликтуют, они склонны переоценивать, в какой степени чужое поведение определяется именно чертами характера, то есть внутриличностными характеристиками, личностными недостатками, и недооценивать, в какой степени это поведение является следствием тех или иных ситуационных влияний. То есть, по-другому говоря, что это значит? То есть, когда мы видим, что другая сторона совершает те или иные действия, и эти действия носят неустраивающий наш характер, мы можем двумя способами оценивать и объяснять, почему другие так себя ведут. Ситуационное объяснение, оно говорит о том, что, ну, человек так себя ведет, наверное, потому что на него что-то повлияло. То есть это поведение не обустовлено какими-то внешними, то есть, точнее, внутренними, корыстными или еще какими-то побуждениями. Но когда мы прибегаем именно к внутренним описаниям, то мы считаем, что другая сторона ведет себя как-то неустраивающим нас образом, потому что они именно этого хотят. То есть, они хотят нанести нам прямой вред, или они там лгут, или они ведут себя как-то корыстно, то есть так, как нас не устраивает. Так вот, фундаментальная ошибка атрибуции зачастую, как я уже сказал, она недооценивает то, что мы не всегда ведем себя исключительно, исходя из каких-то наших внутренних побуждений, иногда сама ситуация, иногда еще какие-то внешние факторы определяют поведение человека. И когда мы это не учитываем, мы склонны приписывать все то поведение другого, которое нас не устраивает, исключительно его внутренним характеристикам. А из этого мы уже делаем вывод, что, ну, тогда не стоит вообще договариваться с другой стороной, тогда уже заведомо любые переговоры будут бессмысленны, потому что другая сторона нацелена каким-то враждебным образом до нас. Ряд психологии, ну, по большому счету фундаментальная ошибка атрибуции, да, вот теория атрибуции, это есть и феномен наивного реализма, это есть ряд тех психологических барьеров, которые нам мешают договориться, которые нам мешают ладить друг с другом и которые мешают нам понимать друг друга. И, собственно говоря, в этом месте психологи задаются вопросом, а какие еще есть барьеры, которые нам мешают договориться, понимать друг друга, мешают как-то выстраивать взаимный диалог и вообще, ну, каким-то образом сотрудничать. Причем это касается как межличностных общений, так и общений групп, так и в какой-то мере общений больших стран, больших групп. К ряду таких психологических проблем относятся еще ряд очень, ну, таких существенных моментов. Именно первое, как это неудивительно, ну, мы видим стремление к справедливости. Часто у нас стремление к справедливости оценивается как что-то такое благородное, вообще справедливость — это то, к чему мы стремимся, то, чего мы пытаемся достичь, и то, что считаем зачастую желаемым. Ну, нам кажется, что если все будет справедливо, то тогда все будет так, как мы захотим. Но сложность заключается в том, что, ну, на это обратили внимание, собственно говоря, специалисты, изучающие не только межличностные конфликты, а еще и вооруженные, военные конфликты. Они обратили внимание на то, что вот есть две конфликтующие стороны, иногда очень сильно враждебно конфликтующие друг с другом. И когда к этим сторонам обращались и спрашивали, скажите, пожалуйста, а за что вы боретесь? То удивительным образом оказалось, что и с той, и с другой стороны звучал один и тот же ответ. Мы боремся за справедливость. То есть, оказывается, в каком-то, ну, нашем, по большому счету, таком наивном сознании, на уровне такой житейской бытовой психологии, нам кажется, что в любом конфликте есть две стороны. Ну, то есть, условно говоря, есть добрая сторона, есть злая сторона. Ну, или как нам часто в сказках описывают, что есть сила добра и сила зла, которые друг с другом как-то воюют, и друг с другом, ну, пытаются каждый друг друга победить. Так вот, с психологической точки зрения оказывается, что борются только силы добра, да? Ну, потому что каждый из сторон себя ассоциирует исключительно с силами добра, и никто себя не ассоциирует с силами зла. И получается, каждый из сторон воюет за что-то, что считает справедливым, то есть, то, что считает для себя добром. Сложность только заключается в том, что, к сожалению, то, что для одной стороны оказывается справедливым, для другой оказывается несправедливым, и наоборот. Но в целом, когда мы это понимаем, это дает нам возможность каким-то образом действительно понять другую сторону и где-то быть готовым к каким-то переговорам, быть готовым к какому-то пониманию и быть готовым к тому, чтобы выслушать другую сторону. Потому что если мы остаемся на житейском уровне, что другая сторона хочет нам зла, тогда очень сложно идти навстречу и пытаться понять. Но если мы понимаем, что в основании поведения другой стороны лежит та же самая, по сути дела, мотивация, которая движет нами, то есть мотивация к справедливости, мотивация к какому-то благу, то тогда мы можем попробовать уже начать какие-то переговоры и попробовать как-то взаимодействовать. Второй, тоже очень важный психологический барьер, мешающий нам каким-то образом находить понимание, это на языке социальной психологии называется когнитивным диссонансом и рационализацией. О чем идет речь? Когнитивный диссонанс это тоже для житейского уха, возможно, сложное какое-то понятие, но заключающееся в том, что мы оперируем различного рода информацией, в наше сознание попадает разлучного рода знания. И вот иногда эти знания друг другу начинают противоречить и вызывать некое чувство дискомфорта. То есть вот это вот состояние, когда в нашем сознании обнаруживаются две противоречащих друг другу единицы информации и называется когнитивным диссонансом. Как правило, когда мы попадаем в ситуацию когнитивного диссонанса, мы пытаемся из него как-то выбраться. Так вот, какое это имеет отношение к конфликтам? Исследователи отметили, что когда мы уже достаточно долгое время или есть какая-то история развития конфликта, почему бывает очень сложно идти на компромиссы, хотя обе стороны могут осознавать, что уже пора бы. Ну, то есть поскольку урон и некоторые издержки конфликта оказываются достаточно высоки, и уже в какой-то мере обе стороны понимают, что нужно идти на компромиссы, нужно идти какие-то варианты сотрудничества. Так вот, в этом месте начинает мешать тот самый когнитивный диссонанс. В чем он заключается? А заключается он в том, что у нас есть сознание, уже некоторые знания о той истории конфликта, о том, что с нашей точки зрения другая сторона сделала не то, за что ее следует наказать, в чем нужно достичь той самой справедливости. И тут оказывается, что для того, чтобы пойти на компромиссы сотрудничества, нужно изменить свою позицию к другой стороне. То есть как будто бы вот эти вот некоторые, как с нашей стороны, негативные действия другой стороны, ну, вроде бы как от них отказаться, сказать, ну, ладно, было, было, и давайте забудем. И вот в этом месте мы начинаем возмущаться как-то, то есть рационализировать, почему мы должны это забыть, мы должны как-то восстановить справедливость, мы должны как-то, ну, не знаю, если не отомстить, то во всяком случае как-то восстановить баланс. Вот, мы же потерпели, у нас же были какие-то издержки, у нас были какие-то потери, мы не можем от них просто так отказаться. Так вот, вот это убеждение, эта установка, она мешает в какие-то моменты действительно понять, что дальнейшие издержки от конфликта, они превышают все возможные какие-то блага. То есть необходимо в какой-то момент действительно остановиться и сказать, да, вот то, что было, было, вот мы это не отрицаем, мы это принимаем, но теперь мы готовы искать компромисс и идти на сотрудничество. И третий психологический барьер называется реактивным обесцениванием, неприятием потери, нежеланием обмениваться уступками, ну, какими-то уступками, да. Вот, тоже, по сути дела, он вытекает из когнитивного диссонанса, заключающегося в том, что другая сторона, она заведомо всегда оценивается негативно. Поэтому множество социально-психологических экспериментов показывает, что когда есть, ну, две враждующие группы, например, да, или две взаимо, ну, как-то несимпатичные друг другу социальные общности, и вот рассматривать ситуацию их конфликта. И там представителям одной группы говорят, знаете, вот есть такие интересные предложения, каким образом, ну, наш конфликт может быть урегулирован. И оказалось, что если вот эти предложения говорят о том, что, ну, это действительно такие важные, действительно, предложения, которые могут внести урегулирование в конфликт. Если эти предложения приписывались той стороне, к которой обращались, ну, то есть, говорите, вот представители вашего сообщества предложили такие способы урегулирования конфликта, то тогда они воспринимались как более позитивные, и их были готовы рассматривать. Но если те же самые предложения говорили о том, что это предлагает другая сторона, враждебная, та сторона, с которой мы конфликтуем, Они как будто бы заранее уже обесценивались и в них видели уже заранее какую-то корысть, в них заранее уже видели какую-то ложь или, возможно, какую-то игру в свою пользу против нас. То есть это тоже очень такой серьезный психологический барьер, который мешает нам зачастую рационально взвесить за и против и действительно увидеть позитивное зерно в тех предложениях, которые приносятся не с нашей стороны, а со стороны наших оппонентов. Какие же есть у нас стратегии преодоления этих психологических барьеров? Строго говоря, две основных стратегии. Это стратегия управления объяснениями событий, называется, и вторая стратегия называется ожидания участников переговоров. Немножко, может, сложно сформулировано, но суть заключается в следующем. Первая стратегия заключается в том, что мы стараемся признать потребности другой стороны. И в формулировке какого-то итогового заключения или в поиске урегулирующего какого-то решения мы показываем, что потребности интереса другой стороны мы тоже учитываем. То есть не только наши потребности и интересы, но и потребности и интересы другой стороны. В этом плане хочется вспомнить такой очень, на мой взгляд, полезный принцип, взятый из популярной психологии. Если мы хотим найти общий язык с другой стороной, если мы хотим договориться, то хорошо бы не пытаться вначале убедить другую сторону в своей позиции. Меня психологи иногда часто спрашивают, скажите, пожалуйста, как так сказать, как так убедить другого в том, что я прав? Ну, как до другого донести свою точку зрения? Так вот, такая постановка вопроса не всегда эффективна. Эффективна зачастую бывает немножко другая позиция, которая может быть озвучена таким образом, что сначала стремись понять, а потом быть понятым. То есть в этом срабатывает такой, ну, интересный психологический прием, заключающийся в том, что если мы другой стороне пытаемся показать свое стремление понять, поднять потребности и ее интересы, то другая сторона как-то, ну, осознанно-неосознанно начинает так же разворачиваться в нашу сторону. Вообще, как правило, нам приятно, когда другой человек показывает, что мы ему небезразличны, ему небезразличны наши интересы, какие-то наши заботы, наши потребности. Так вот, первая стратегия заключается в том, что когда мы ищем какое-то решение конфликтующего вопроса, мы показываем другой стороне, что ее интересы нам тоже небезразличны, мы тоже хотим их учесть. То есть мы прежде всего стремимся найти какое-то решение, не только удовлетворяющее нас, но и другую сторону. Вторая стратегия ожидания участников переговоров заключается в том, что при проведении множества экспериментов социально-психологических обнаружилось, что большое влияние, конечно, на результат переговоров и поиска решения влияет, то есть большое влияние имеет убежденность сторон в том, что их усилия приведут к достижению соглашения. То есть, ну, потому что если мы не верим в то, что мы можем договориться, если нет надежды на то, что мы можем решить наш вопрос, то, как правило, вот такие переговоры, такие способы разрешения конфликта оказываются неэффективными. То есть необходима убежденность, и вот очень важно об этой убежденности каким-то образом позаботиться, то есть или поискать какие-то аналоги разрешения подобных конфликтов, или опереться уже на какой-то опыт в прошлом существующий. Но вот эта убежденность, она необходима для того, чтобы мы смогли преодолеть те психологические барьеры, о которых шла выше речь. Потому что, ну, они действительно очень сложные, и они очень сложно преодолимые. То есть в какой-то мере важно понимать, ну, вот я тоже об этом часто говорю, что, конечно, когда мы идем навстречу стране, с которой мы конфликтуем, в этом всегда есть риск, да, всегда есть, ну, вот это стремление, что ли, занять позицию. Ну, не, ну, давайте подождем, пусть сначала другая сторона сделает какие-то первые шаги, чтобы мы убедились, что они действительно хотят с нами договориться. Но беда заключается в том, что если обе стороны занимают такую позицию, то зачастую конфликт оказывается неразрешимым. И поэтому в какой-то мере кто-то должен взять на себя вот эту вот, ну, готовность рискнуть, да, готовность сделать первый шаг. Ну, и опыт показывает, вот в этом месте, я как бы всегда об этом говорю, что и личный опыт, и опыт исследований, да, в этом месте как-то хочется, конечно, операции на научные исследования показывают, что если у другой стороны нет заведомо такой цели и направленности принести вред, ну, первой стороне, да, то есть открытость, она воспринимается как готовность идти на диалог, и открытость вызывает ответную открытость. То есть в этом риск, конечно, есть, но вот я обычно говорю об этом месте, что, ну, тот, кто не рискует, да, тот, кто не пожинает какие-то успешные плоды своей деятельности. Поэтому, когда мы оказываемся в ситуации конфликта, конечно же, никак нам не обойтись для того, чтобы разрешить этот конфликт вот какого-то шага навстречу другому, который может восприниматься как какой-то рискованный, небезопасный, но он того стоит, потому что, как показывают исследования, как показывает опыт множества таких вот конфликтующих ситуаций, что возможно, возможно договориться, если мы идем навстречу друг другу. И последнее, что хотелось бы мне здесь отметить, это тоже такие принципы, которые взяты из успешных переговоров специалистов во всем мире. Ну, то есть, какие, собственно, такие уроки, да, мы можем вынести. Урок первый заключается в том, что необходимо для того, чтобы прийти к успешному разрешению, необходима некая такая обоюдная приверженность будущему, ну, которые, то есть, общая картина будущего, которая устраивает обе стороны. То есть, вот это очень важный компонент, потому что на чем мы можем объединяться, да, и вот в этом месте социальные психологи все соглашаются, что мы объединяться можем на чем-то общем. И если есть две конфликтующие стороны, то что может их объединить и что может их направить навстречу друг другу и введению какого-то диалога, когда возникает какая-то картина будущего, устраивающая обе стороны. И, скорее всего, на первом этапе это такая первая, ну, первоочередная задача, которую необходимо решить. То есть, каким-то образом договориться и построить эту картину, чтобы обе стороны, собственно говоря, согласились, да, действительно, эта картина будущего нас устраивает, и мы готовы предпринять ряд каких-то действий, пойти навстречу друг другу, чтобы достичь этого будущего. Второй урок заключается в учитывании благотворных и пагубных чувств, ну, сторон друг другу. То есть, мы ни в коем случае не пренебрегаем и не учитываем тот опыт конфликта, который был, и когда, собственно говоря, есть конфликт, мы, как правило, переживаем, как, ну, чаще всего это какие-то негативные, то, что мы можем назвать какие-то пагубные чувства, так вот, мы не обесцениваем их и мы их не отрицаем. В какой-то мере важно признать это, да, 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 бывает иногда важно сказать, да, действительно, мы признаем, что какие-то наши действия, и это важно сделать обеим сторонам, какие-то наши действия, они послужили переживанию вами, ну, неприятных для вас чувств, мы это признаем. В этом действительно есть, ну, в какой-то мере наша вина, наша заслуга, в какой-то мере мы это признаем, мы это не отрицаем. Третий урок заключается в том, что бессмысленно убеждать людей, положение которых, ситуация которых, она препятствует достижению общего соглашения То есть важно видеть, есть ли ресурсы у другой стороны, чтобы пойти навстречу нам Потому что зачастую иногда то, что нам кажется само собой разумеющимся и легко достижимым, для другой стороны может в силу тех или иных обстоятельств оказаться невозможным То есть в этом месте мы как раз возвращаемся к тому, что мы говорили о фундаментальной ошибке атрибуции То есть заключающейся в том, что мы зачастую недооцениваем и не способны увидеть ситуацию другого человека Потому что ситуация, а именно в чем может заключаться ситуация Есть ли у людей внутренние ресурсы, чтобы пойти к нам сейчас навстречу Есть ли какие-то внешние, временные ресурсы Прежде всего важно удостовериться, что у другой стороны есть необходимые ресурсы То есть ее ситуация способствует тому, чтобы мы могли прийти вот к этому общему будущему Потому что могут быть такие ситуации, когда, но если даже просто мы берем какой-то бытовой конфликт Вот если привести пример, чтобы было понятно, о чем идет разговор Да, другая сторона готова может быть идти к нам навстречу Но сейчас она находится в каком-то состоянии усталости, состоянии невозможности говорить И может быть важно вот в этой ситуации отложить разговор на будущее Чтобы когда человек готов, когда он уже отдохнул, способен был как-то говорить, обсуждать И находить какое-то взаимоустраивающее решение Ну и последний урок, который звучит очень таким образом интересно Что разблокирование диалога путем обмана ожиданий Тоже о чем идет речь То есть это, ну, не очень мне нравится такая формулировка Вот, но разговор идет о том Ну то есть обман здесь, можно подумать, как-то позитивно изменить То есть обман не в том, что мы обманываем другую сторону, да А обман ожиданий в том, в таком наоборот, да, в позитивном русле Что когда есть две конфликтующие стороны То, как правило, мы в силу вот и фундаментальной ошибки атрибуции В силу там феномена наивного реализма Мы зачастую склонны ожидать от другой стороны С которой мы находимся в ссоре, в споре Каких-то негативных действий в наш адрес И она ожидает от нас таких же негативных действий в наш адрес И вот когда происходит вот этот обман ожиданий То есть когда вдруг мы или другая сторона делает неожиданно Ход, направленный на понимание нас Направленный на то, чтобы учесть наши потребности и интересы Это в какой-то мере разряжает обстановку И способствует тому, что мы разворачиваемся навстречу друг другу И начинаем друг с другом взаимодействовать Стремиться понять и разрешить конфликты Ну вот на этом мне хотелось бы Нас такой небольшой ликбез, да Вот по управлению, что ли, конфликтами И по пониманию того, почему же мы не можем ладить зачастую друг с другом И что нам может помочь ладить друг с другом завершить Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok